Лето в самом разгаре! И снова с вами уникальный туристический видеогид по самым интересным местам и достопримечательностям Урала. Уральские каникулы готовы представить новый маршрут, настолько разнообразный, что за короткое время вы побываете в настоящей тайге, покорите горные вершины, познакомитесь с освоением космоса, а еще перенесетесь на несколько сотен лет в прошлое к самым истокам освоения Урала. Нас ждет центр Свердловской области. Отправляемся в путь за новой порцией уральских приключений. Первый пункт нового путешествия – крупный поселок в Кушевинском районе Баранчинский. Селение здесь появилось еще в 18 веке при строительстве железоделательного завода. По традиции была выстроена плотина на реке Баранче. Образовавшийся пруд по сей день является настоящим украшением, окруженным горными вершинами. Одной из самых высоких гор в окрестностях Баранчинского является красавица Синяя гора, куда мы и держим свой путь. Здесь познакомимся с первым героем нашего выпуска, со спортсменом и инициативным жителем поселка, который все свободное время посвящает разработке нового туристического экокомплекса. Проект называется «Экопарк Синяя гора». Он подразумевает собой разнообразные сложности маршруты для детей, для взрослых на долгое время и на 1-2-3 часа, чтобы все могли почувствовать природу уральскую, посетить наши красивые уголки. Синяя гора – это самое центральное место около поселка Баранчинска. Вообще место имеет богатые традиции, богатые корни, исторические тоже, в том числе. На этом месте проводились раскопки. Более тысячи предметов найдено, и часть этих предметов находится сейчас в Нижнедагильском краеведческом музее на выставке. Вторая гора, наша достопримечательность – это гора Кудрявый камень. Она находится чуть больше километра от Синей горы. Очень много находится там редких растений. Некоторые внесены даже в Красную книгу Свердловской области. Хотелось бы, конечно, при построении маршрутов задействовать все точки. Это место настолько объемное и чарующее по-своему, что это, конечно, очень будет трудно сделать, но мы постараемся захватить все места силы. Великолепный таежный лес, звонкие ручьи, могучие скалы и незабываемые виды. Богатство, которое уже доступно каждому. А Дмитрий – проводник в это сказочное место. Я давно вынашивал что-то подобное, чтобы в непосредственной близости от нашего населенного пункта в красивейшей местности создать маршруты пешие, велосипедные, беговые. Хотелось бы, чтобы и наше место тоже было местом притяжения для людей, желающих отдохнуть в выходные или в будние дни прогуляться, забыть немножечко проблемы и заботы свои, и выехать, может быть, из города и отдохнуть душой и телом. Для того, чтобы целиком окунуться в красоту таежного Урала, на Синей горе стоит остаться с ночевой в палатке, посидеть у костра и встретить рассвет на вершине скал, а уже на следующее утро отправляться в путь. Следующая остановка в довольно молодом городе Красноуральске. Он образован в прошлом столетии во время строительства Медиплавильного завода. Здесь создают интересный тур по этому славному уральскому городу, знаменитому своими достижениями, как в области промышленности, так и в освоении космоса. Наш проект – это историческая память Красноуральска, это туристический пеший маршрут в черте города по памятным местам достопримечательностей. Сейчас есть разработанный маршрут, по которому мы проводим небольшие экскурсии, проводятся различные квесты по нашим историческим местам. В дальнейшем, конечно же, хочется привлекать больше молодежи к этому, больше людей из соседних городов, познакомить с нашей замечательной историей города. Она очень интересная, очень много всего познавательного. Главным местом притяжения будущего проекта является Красноуральский отдел историко-краеведческой работы. Отдел историко-краеведческой работы – это настоящее хранилище вековой истории Красноуральска. Здесь хранятся экспонаты разных периодов. И рассказывается история, начиная от строительства медиплавильного комбината по сегодняшний день. Есть уникальные предметы, есть очень старые предметы. Например, такие, как кости и бивни мамонта, найденные, когда на реке Салда ходила драга и мыло золото. И, конечно, аммонит, найденный в пластах земли, тоже очень старым является. Это люди все принесли сюда. И вот такой вот у нас отдел сложился интересный. Изначально это был рационализаторский уголок. Старинные предметы несли местные жители и своих кладовых. Сейчас музею уже больше 60 лет. В нем хранятся тысячи ценных экспонатов. Здесь шесть залов, рассказывающих об историческом прошлом этих мест. От самых древних времен до современности один из стендов посвящен главному космическому герою Красноуральска Виталию Ивановичу Севастьянову. Ему принадлежит рекорд по длительности космического полета без выполнения стыковки с орбитальной станцией. После знакомства с историческими сокровищами Красноуральска отправляйтесь прогуляться по городу, изучить местные достопримечательности, мемориал славы, реконструированный в 2019 году, храм Иоанна Кронштадтского и Сергия Радонежского, ну и, конечно, место, где зарождался Красноуральск – поселки Чарок, Бородинка и Межень. А наше путешествие продолжается. Следующая локация, которую непременно нужно посетить, отправляясь в путешествие по центру Свердловской области, это самый первый город на Среднем Урале с четырехвековой историей. Предлагаем вам прогуляться по старинным улочкам превосходного Верхотурья. Занимаясь историей Верхотурья, я поняла, что этот город, в общем-то, как музей. Он вот музей под открытым небом, который живет, развивается по своим определенным правилам. И вы сюда приехали только потому, что на сегодняшний день город Верхотурья – все такое знамя высокое, духовное. На самом деле, светская история Верхотурья чрезвычайна, интересна. И не будь вот этой светской истории Верхотурья, связанной с таможней, связанной с Бабиновской дорогой, то не было бы и этой второй истории. И я всегда на экскурсиях очень хочу, чтобы туристы не только посетили наши монастыри, но обязательно пройтись по улицам города, потому что здесь можно рассказать буквально о каждом здании что-либо. Вот посмотрите, мы сейчас фактически стоим в центре города. Абсолютно все дороги, которые идут с разных сторон Верхотурья, они все придут сюда, по какой бы вы дороге ни пришли. Почему? Потому что этот город по сей день выстроен и сделан по такому проекту, где учтено именно это – движение людей от пристани, допустим, или от входов с восточной стороны сюда, потому что здесь был гостиный двор. Это главное место Верхотурья, основное место, где можно было совершать сделки купли-продажи. Вот поэтому он почти не изменился, по крайней мере, в течение последних 300 лет. И в этом состоит его уникальность. После увлекательной экскурсии по Верхотурью в компании Екатерины Тимофеевны отправляйтесь к старинному Кремлю, где вас по всем канонам уральского гостеприимства встретит приветливый старичок. В таком колоритном амплуа руководитель местного театра «Град» Дмитрий Верхотурцев. Мы, наверное, один из немногих, я бы уточнил, совсем немногих театров, кто живет в Кремле. Театр, в первую очередь, он воздействует на сердце, а потом уже на ум. В отличие от обычной экскурсионной программы, где человек получает много информации, и что он там вынесет? Непонятно. Ну, то есть, много не запомнишь. А я в образах предлагаю людям историю нашего города, историю Урала и вообще историю России. А еще здесь вы можете познакомиться с самыми важными историческими вехами через спектакли. Одной из самых выдающихся театральных работ является драма «Дорога». И еще одно интересное место – Верхотурья. Верхотурский дом народных художеств, промыслов и ремесел был основан в 2019 году. На протяжении больше 200 лет в Верхотурье были самобытные мастера. Для сохранения всех этих знаний и был создан дом-ремесел. У нас представлена здесь постоянная экспозиция. Это мир русской избы, где представлены предметы бытования Верхотурского округа, Верхотурского уезда в 18-19 веке. То есть то, как люди жили, как жили крестьяне в те времена, какими предметами они пользовались, что они использовали в своем быту, чем занимались, как проходил их день, как были распределены роли в семье, потому что семьи же были большие, по 13 человек. У каждого, например, был свой угол. Женский угол, мужской угол. Женский угол, например, называли «Бабикут». Это наша основная экспозиция. Также у нас здесь проводится на базе Дома-ремесел мастер-класс для всех желающих. Мы представляем возможность сделать своими руками то, что делали раньше. Сплести кукулу из травы, сделать какой-то браслет на ткацком станке, маленький, небольшой. Поработать с деревом, поработать с берестой. Предоставляем возможность увидеть, как шили раньше народные костюмы. Может быть, кому-то понравится, и он будет шить для себя народный костюм, а потом опять же в нем ходить. То есть вот такая вот концепция небольшая, которая возрождает и сохраняет. В Верхотурье стоит остаться минимум на одну ночь, чтобы познакомиться поближе с самыми знаковыми местами этого старинного уральского городка. Давайте же узнаем, в какую сумму нам обошлась новая поездка. Передвигались на легковом автомобиле втроем. Весь путь составил 750 километров. Обедали и ужинали в кафе. Первую ночь провели в палатках на Синей горе, вторую – в гостинице в Верхотурье. Оплатили экскурсию в Баранчинском, Красноуральске и Верхотурье. Итого 5900 рублей с человека. Кстати, вы можете порядком сэкономить, если со всеми достопримечательностями вы познакомитесь самостоятельно. Но знайте, что никакой интернет не заменит вам душевную компанию с людьми, по-настоящему влюбленными в Урал. Планируйте свои уральские каникулы и выбирайте варианты комфортного и увлекательного отдыха вместе с нами. Главное – не сидите дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова